Музыка За более чем двухтысячелетнюю историю крестьянства народные традиции тесно переплелись с религиозными. Это сказывается и в укладе повседневной жизни, но особенно в праздниках. Песни, танцы, угощения, застолья посвящаются самым важным датам из Священного Писания. В ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты и другие церкви всего мира отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Этот праздник отмечают и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. Немецкое Рождество, как называют его у нас, это праздник, любимый детьми и взрослыми, день, когда дома ставится елка, украшается игрушками, родные собираются за семейным столом и обмениваются подарками. В общественном объединении немцев «Возрождение» в Актубе уже много лет проводят утренники для детей и концерты для старших, где исполняются рождественские песни и показываются традиционные обряды. Так сложилось, что подготовка к Рождеству у немцев начинается еще за месяц до праздника. Каждое воскресенье, четыре воскресенья до Рождества зажигают по одной свече, таким образом на Рождество горит уже четыре свечи на рождественском адвентовском венке. Венок — это бесконечность, это что-то замкнутое, что бесконечно, бесконечность жизни, да, то есть все имеет свои какие-то символы, свечи предпочитают, чтобы были красные, то есть красные — это символ любви, символ жизни тоже. Самое главное — это свечи. Свечи на венках, свечи на елках, просто свечами украшают помещение. Свечи — это, во-первых, свет, да, это очищение, это настроение. Елку украшают шарами, лентами, понтами, то есть какими-то фигурками, и печенье выпекают имбирное, которое также служит украшением елки. Каждое действие и каждый предмет имеет символическое значение. Имбирное печенье — это намек на восточные крестовые походы древних рыцарей. К недле — шарики из теста, круп или картофеля — символ хлеба. На стол подается жареный гусь, как обещание богатой жизни в будущем году. А из напитков предпочитается глинтвейн — знаменитое горячее красное сухое вино со специями и лимонной цедрой. Идеальный напиток для холодного времени года, как считают немцы. Но главное, что за столом собирается вся семья. Празднуется Рождество в кругу семьи обязательно. 25 декабря собирается вся семья. Религиозные люди идут в церковь с утра и потом на столе обязательно все самое лучшее — какая-то выпечка и обязательно подарки. Новый год в Германии не празднуется так, как у нас, а Рождество — это главный праздник. В отличие от западных христиан, у нас православное Рождество отмечается 7 января. Этот день является праздничным и выходным в Казахстане, но не входит в категорию государственных праздников. Народных традиций, связанных с Рождеством, очень много. Часть из них нам представили в общественном объединении Родины Кейзет. Многие задаются вопросом, когда же отмечать Рождество Христово? 25 декабря или 7 января? У нас в стране широко отмечается оба Рождества — по старому и по новому стилю. Это связано с конфессиональным разнообразием на территории нашей Республики. История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось гораздо позже. Рождество — это один из великих 12 праздников Православной Церкви. В нашей традиции их признато называть 12-ти десятыми праздниками. Это великие торжества Церкви, которые следуют сразу после Пасхи. Историю появления на свет Иисуса Христа изучают в семьях верующих с малолетства. Согласно вероучению, это произошло в Вифлееме, куда его мать Дева Мария и отец Иосиф пришли, чтобы принять участие в переписи населения. Появление пророка предвестили пастухи, которые увидели в небе особую звезду. Один из важных символов Рождества — это Вифлеемская звезда. Люди всегда всматривались в звездное небо, но и любовались, восхищались видом звездного неба. Но Вифлеемская звезда занимает особое место. Это та звезда, которая привела к колыбели Иисуса. И она считается именно, что эта звезда показывает именно на место рождения Иисуса. Эту звезду крепят на верхушку рождественской ели. Потому что раньше ель была именно символом Рождества, а не Нового года, как сейчас принято. И поэтому вот эту ель украшали Вифлеемской звездой восьмиконечной. Даже эта восьмиконечная звезда присутствует на иконе Божьей Матери Неопалимая Купина. Ель, как вечно зеленое дерево, тоже стала символом веры и вечной жизни. Традицию наряжать дерево заложили в Германии. И оттуда она распространилась по миру. Еще одна традиция. До Рождества крестьяне придерживаются строгого поста, значение которого подготовится к телесному и духовному обновлению. Пост должен соблюдаться не только телесно, но и духовно. Нельзя во время поста сквернословить, злословить, держать обиды, надо прощать всем обиды. Во время поста пост – это не цель, а средство, средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. В преддверии Рождества вечером 6 января отмечается сочельник. Согласно древней традиции, в такой день принято кушать сочево. Это пропаренные зерна пшеницы с медом, или, как сейчас, мы готовим рис с медом, с орехами, с изюмом. Сочельник считается заключительным днем поста, но ужинать не садятся до появления первой Вифлеемской звезды. В память о дне и месте рождения спасителя в каждом доме должна быть охапка сена или соломы. Стол накрывают белой скатертью и ставят на него 12 постных блюд. Основным атрибутом праздника является кутья. Разные блюда украшают рождественский стол. Принято угощать гостей разнообразно, но не обязательно богато, поскольку перегружать организм после 40-дневного поста не будет полезным. Это тоже продумано. Народная кухня была изобретательна на всякий вкус. Разные блюда всегда готовились в разных семьях по-разному, но первым блюдом в Рождество была обязательно кутья. Кутьей принялось поминать души умерших. Обязательно на столе должен был быть хлеб. Хлеб олицетворял символ жизни, успеха, радости, плодородия. На стол еще подавался обязательно винегрет. Винегрет считался легкой холодной закуской либо же салатом, как сейчас принято это называть. Далее готовился на сегодняшний день для нашего времени борщ с ушками, но борщ раньше был кислый, потому что он готовился на квасе. Подавался еще на стол узвар обязательно. Он готовился сухофруктов, сушеных яблок, груш. На сегодняшний день не заменит узвар ни одни покупные напитки, ни газированные. Узвар был основным блюдом кутье. Готовился еще капустняк, но он готовился в разных семьях по-разному. Подавался еще на стол такое интересное блюдо, как капуста с горохом. Сегодня мы не принято уже такое потреблять в пищу, но в старые древние традиции наши предки обязательно употребляли в пищу капустняк и капусту с горохом. Еще подавались на горячее блюдо голубцы. Но на сегодняшний день мы голубцы немножко видоизменили. Раньше голубцы были очень вкусным блюдом с гречей, с рисом и с разными пшенными, пшеничными кашами. До сегодняшних дней многие современные семьи придерживаются традиций наших предков. И я желаю всем, чтобы у каждого был рождественский стол, украшен 12 рождественскими блюдами. Собираясь дома, семья ужинала в священный вечер, а затем молодежь отправлялась на улицу калядовать, то есть поздравлять соседей и получать от них подарки. На Рождество очень много традиций и обычаев. И одна из традиций это калядки. Калядки это рождественские обрядовые песни. В этих песнях пели о Рождестве, о Иисусе Христе, о Деве Марии. Также в песнях пелся о том, чтобы следующий год был урожайным, чтобы у хозяев все было хорошо. В этот день делились на две группы взрослые и дети. Все одевались в красивые костюмы. У них были они украшены букетиками, разными платочками. Они ходили в дома к хозяевам и начинали петь песни. Одну из калядок, в которой подробно рассказывается история рождения Христа и всех сопутствующих этому событию чудес пели в самом начале праздника. Ныне Бог родился, людям по спасеньям, Вы пойдите, посмотрите на великое смирение. Вы пойдите, посмотрите на великое смирение. Вы бога ладенца, упредите сами, бери на хон в бедных яслях, сами узрите очами. Бери на хон в бедных яслях, сами узрите очами. из исток небесных раздалось рубение, слава, слава, обычный Богу, на земле богов гадания. Народная традиция, связанная с рождественской праздничной неделей. До Нового Года, по нынешнему календарю, это старый Новый Год, 14 января, продолжались святки. Все это время молодежь загадывала свое будущее. В ночь на Рождество является день особенный, где просыпается нечистая сила, то есть перелом старого и Нового Года. В этот день девушки обычно любили гадать. Например, были такие гадания, как гадания на зеркалах. Например, выставляли два зеркала, между ними были две свечи, и девушки загадывали суженого, и нужно было им увидеть в этом зеркальном коридоре свое будущее. Также любили гадать, самый простой, это по книге, то есть загадывали свои какие-то вопросы, переворачивали книгу, зажимали пальчиком и видели ответ. Также девушки любили гадать на башмачках. Например, они брали со своей левой ножки туфельку и выбрасывали за ворота. Если носок от ворот расположен, значит, девушке в этом году нужно выходить замуж, ее заберут. Ну, а если же в другую сторону, то еще год девушке сидеть в девках. Нарядный и красивый праздник стал признанным и любимым в нашей стране, независимо от вероисповедания людей. И в этом большое объединяющее значение традиций, которые бережно сохраняются для передачи следующим поколениям как часть культуры и истории нашего народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok